Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Зубром на кузове. Мавройская станция скорой и неотложной медпомощи получила два новых автомобиля. Автомобили, которые срок эксплуатации 5 и более лет, будут списаны. На их место работать будут новые автомобили. Чем оснащена карета? Не литра совести. Оперативники изъяли нелегальную партию спирта. Какой штраф? Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин. Время ответственных решений в колледжах стартовала приемная кампания. Осуществляется набор как на дневную, так и на заочную форму. Сколько бюджетных мест? А также белорусское гражданство, возможные перебои и сладкая отрасль. Синекая входит в десятку стран экспортеров сахара. Куда поставляем товар? Все по делу. В Бобруйске прошел единый день информирования. Мэр города встретился с коллективом «Славянки». Соместно с рабочей группой затронул тему демографической безопасности. Обсудили также стратегию и цели устойчивого развития до 2035-го. Кроме того, Игорь Кисель выслушал предложения и ответил на все интересующие сотрудников швейной фабрики вопросы. Они в основном касались благоустройства улиц и дорог, капремонта многоэтажек и заработной платы. Для меня эта встреча была очень полезна, нужна. Я сумела задать вопрос, который меня долго мучил, меня услышали. Еще одна тема дня – пожарная безопасность. Профилактику ЧП начальник БГРУЧС обсудил в том числе и с коллективом информационного агентства «Вобруйск-Медиа». С начала года в Бавруйске районе произошло более 95 пожаров. Погибли 11 человек. В масштабах страны зафиксировано свыше 3000 возгораний и порядка 280 смертей. Статистика пугает, ведь это не просто цифры о жизни людей. Подпольный градус. В Бавруйске изъят нелегальный алкоголь. Сотрудники АБЭП обнаружили более 1500 литров немаркированной спиртосодержащей жидкости, а это 150 канистр. 39-летний местный житель хранил их в подвале своего дома. Общая сумма товара превышает 37 тысяч рублей. За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости в объеме свыше 5 литров предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости. Обстоятельства происхождения нелегальной продукции устанавливаются. Обновленный закон, перспективное производство и капризная погода. В отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, о чем предупреждают МЧС. Грумкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране определились с форматом теста на знание языка для получения гражданства. Экзамен пройдет в виде письменного теста. Вопросы будут обновлять не реже, чем раз в 5 лет. Время сдачи – 45 минут. Теперь те, кто претендует на белорусский паспорт, должны принимать присягу. В случае несогласия вводятся дополнительные основания для отмены решения. Беларусь входит в десятку стран экспортеров сахара. Уровень самообеспечения этим продуктом – около 150%. Сладкая отрасль за счет масштабного переоснащения шагнула далеко вперед. Объемы производства увеличены до 5 миллионов тонн. Сейчас предприятия завершают подготовку к предстоящей уборке. Виды на урожай свеклы в нынешнем году хорошие. Белавия увеличит частоту полетов во Внуково с 31 июля. Теперь они будут осуществляться дважды в день – из Минска в 19.50 и из Москвы в 22.05. Это третий аэропорт московского направления. Самолеты также приземляются в Домодедово и Шереметьево. Подробное расписание на официальном сайте авиаперевозчика. Более 17 тысяч школьников и студентов трудоустроились на временную подработку в июне. Рабочие, продавцы, курьеры, официанты в летнее время особенно актуальны сезонные работы на зернотоках, в лесопитомниках, теплицах, а также сбор ягод. Свыше полутора тысяч организаций предлагают около 16 тысяч вакансий. В пятницу в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы. МЧС предупреждает о возможных перебоях с электричеством. В ведомстве обратили внимание на повышение риска повреждений обрывов линий связи и ЛЭП, отключения подстанции. Не исключено возникновение природных загораний, пожаров в жилых и производственных зданиях. Мы уже в пути. Бабруйская станция скорой и неотложной медпомощи получила две новые кареты. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси МАЗ. Транспорт оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. С подробностями Ольга Васенда. Бабруйские медики тестируют новые кареты скорой помощи. Производитель МАЗ Купава. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси Минского автомобильного завода. Спроектирован совместно со специалистами системы здравоохранения и оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. В центральной части кузова приемное устройство с тележкой и каталкой способно выдержать вес в 160 килограммов. Мы получили в рамках программы ускоренного развития. Спонсор этих автомобилей – банк развития. В начале года мы получили два автомобиля, которые срок эксплуатации 5 и более лет будут списаны. На их место работать будут новые автомобили. Внутри салона – все нужное для оказания помощи. Весь левый борт занимает вместительный стеллаж с многочисленными отсеками для хранения и транспортировки медизделий. Есть розетки на 12 и 220 вольт для подключения необходимого оборудования. В числе преимуществ – встроенный кондиционер и удобная высота, что позволяет работать в полный рост. Машина оснащена рентген-негативными носилками, вот они находятся, ковшеобразными носилками, термосумкой, двумя баллонами кислородными по 10 литров, вакуумными системами. Установлены здесь и светодиодные лампочки, а штатный люк заменен на стеклянные для естественной освещенности и вентиляции. Сейчас кареты проходят регистрацию в ГАИ. Как только будут оформлены документы, скорые оснастят дополнительным оборудованием – дефибриллятором, кардиографом, реанимационной укладкой для взрослых и детей. Уже после медики смогут отправиться на вызов. Каждый звонок проходит через диспетчерскую службу. После поступления звонка он диспетчером по приему передачи вызовов передается по специализации бригадам. Если это неотложный вызов, то он передается в свободной фельдшерской бригаде. Если это экстренный вызов, то передается врачебной бригаде. Бригада выезжает в короткие сроки. Если необходимо, следует включенными спецсигналами. Благодаря дополнительной аккумуляторной батарее и возможности подключения внешнего источника питания, медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. Планируется, что в рамках программы ускоренного развития городов с населением 80 тысяч плюс Бобруйск получит еще несколько современных скорых уже в 2024-м. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На встречу студенчеству в белорусских колледжах стартовала приемная кампания. В этом году в 156 учебных заведений зачислят 39 600 человек. Более 27 тысяч будут получать образование бесплатно. Абитуриентов, которые планируют поступать на дневную бюджетную форму после 9 классов, документы принимают по 3 августа, на платную до 14-го. У выпускников 11-х по 20-е число. Документы при поступлении нужны следующие. Заявление здесь на месте пишется. 6 фотографий 3х4, медицинская справочка о состоянии здоровья, аттестат, если поступают после 11-ти классов и свидетельство об общем базовом образовании, если поступают после 9-ти классов. Ну и пакет документов, который подтверждает право на льготы, если таковые имеются. Зачисление на бюджет будет проходить по 16 августа, на платное обучение по 21-е. К слову, Бобруйские колледжи предлагают десятки профессий. Бухгалтер, юрист, строитель, программист, повар-продавец, товаровед, медсестра, швея и парикмахер. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!